На встрече президента и премьера была высказана озабоченность возможной рецессии, но речь идет о том, что в последние месяцы серьезно упали темпы роста промышленности, и конъюнтура тех товаров, которые составляют основу нашего бюджета, тоже пошатнулась. Речь идет о падении цены на газ и на нефть, прежде всего. И, конечно, это не может тревожить, потому что фактически бюджет, дальше определяющие социальные платежи пенсионеров, работников госсферы и так далее, конечно, зависит от этих факторов. Это общая озабоченность. Но что будет дальше? Дальше, если страна не сможет предпринять действия, переводящие ее в зависимость от этой самой сырьевой иглы, нам действительно придется туговато. Потому что весь мир стремительно уходит в так называемую третью индустриальную революцию. Весь мир развитый, которому мы еще имеем основания себя причислять, стремительно развивает человеческий капитал, экономику знаний. У нас же многое делается фактически для подрыва не только экономики, но и общества знаний, институтов знаний, академий, сферы образования, медицины и так далее. То есть то, что составляет основу человеческого капитала. Без развития людей страна никому не нужна.